Мы не ходим в общественные места, стараемся, по крайней мере. Изначально, наверное, пробуем всех разрекламированные противовирусные препараты. Ну, какие-то уже есть проверенные, которые более-менее действуют, какие-то, может, доктор рекомендует. Стараемся утепляться, и в какие-то такие народные методы особо не верю. Ну, может быть, лук, чеснок, лимон, как все, или хотя бы там цитрусовые. Ничего особенного. Чай с лимоном, чеснок, лук, сало ешьте. Я врач и лечусь так, как положено. Есть такой препарат, Кримент-1. Он работал в 60-е годы и работает сейчас вместе с Парасотомовым. Этот препарат у нас в Беларуси выпускает, называется Ангримакс. Очень даже приличный препарат. Вы знаете, что народное, ненародное, все зависит от иммунитета человека. Но дело в том, что слово говорят иммунитет, а на самом деле кто его проверяет у кого? У молодых людей иммунитет высокий, они быстро выздоравливают. Вот и поэтому народные средства помогают. Малина там, еще что-то. А если нет иммунитета, ничего не поможет. Вообще все в мире серьезные заболевания, такие как чума, холера, все истреблены при помощи приливок. Если бы не было прививок, этих самых сывороток, то мы бы сейчас вообще не жили на Беларуси. Прививки – это самое главное. Другое дело, что прививать пожилых людей, не исследовав их иммунитет, можно вызвать заболевание. Делать или не делать прививку, каждый решает сам. Вот стараюсь научиться, и делать прививки не собираюсь. Это каждый сам должен решить, как ему бороться с этим гриппом. Мне кажется, что ребенку нельзя самостоятельно. Обязательно надо врачу позвать. А взрослым можно первую помощь. Что есть дома, можно. А потом, если смотрит, здесь температура, нельзя ничего. Надо врачи. Хорошо одеваться. По погоде, конечно. И если уже заболел, то что-то принимать. Молоко с медом. Ну, таблетки я не советую. На народном средстве. Травки. Самое лучшее. В аптеку не пойдешь. Там сумасшедшие цены. Свои меры. Все, что можно. Своими делами. Например, клюквой, медом. И дома сидеть, пока не выйдет простуда.